Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорик, канал Футбол, это жизнь. Мы продолжаем с вами нашу рубрику «Футболисты через 5 лет». В группе ВКонтакте вы написали и проголосовали за Фёдора Чалова. Он был на втором месте после Андрея Лунёва. Ролик про Андрея Лунёва есть уже на канале, так что приходите, смотрите. Ну а сегодня у нас Фёдор Чалов. Посмотрим, как эта молодая звезда, тем более российское гражданство. Так что уже не стыдно за нашу молодёжь. Посмотрим, как он раскроется через 5 лет, потому что в этом сезоне он шикарно раскрывается. Лучший бомбардир на данный момент чемпионата России. Ну что же, поехали! Первое предложение было от Амкара, но Чалов решил остаться в ЦСКА. Итак, закончился первый сезон за Фёдора Чалова. ЦСКА стали на пятой строчке. Чемпионом стал «Спартак». Кубок России выиграл «Зенит», обыграв «Рубин» с счётом 3-0. ЦСКА вылетели в 1-8 по пенальти от чемпиона Кубка России. Лигу чемпионов выиграл «Мадрид» сериал, обыграв «Барселону» по пенальти со счётом 4-3. Лигу Европы выиграл «Леон», обыграв «Сибилию» со счётом 2-0. В Лиге чемпионской группе ЦСКА заняли третью строчку и вышли в Лигу Европы. И именно в Лиге Европы ЦСКА вылетели от чемпиона Лиги Европы, от «Леона». Дома проиграли с счётом 2-0. В гостях проиграли с счётом 2-1. На чемпионат мира сборная России квалифицировалась со второй строчкой, но Фёдор Ачалова не вызвали сборную, так что все достижения, которые получится достичь сборной России, они не будут засчитаны на счёт Фёдора Ачалова. Закончился чемпионат мира, сборная России не вышла из группы, потому что там были уругвайцы и бельгийцы, очень серьёзные сборные, но хотя бы обыграли австралийцев. Чемпионат мира выиграла сборная Франции, обыграв в финале сборную Германии с счётом 2-1. Приходили предложения от середняков Англии, но Фёдор решил остаться в ЦСКА. Итак, закончится вторая ситуация за Фёдора Ачалова. ЦСКА заняли наконец-то уже призовое место. Бронза, чемпионат России, чемпионом стал «Спартак». Кубок России выиграл «Локомотив», обыграв «Зенит» со счётом 2-1 в финале. И именно от «Локомотива» ЦСКА и потерпел поражение в 1-2. В Суперкубок Европы выиграл «Реал Мадрид», обыграв «Леон» со счётом 3-1. Лигу чемпиона выиграл «Тоттенхэм», обыграв «Манчестер Юнайтед» со счётом 2-1. Лигу Европы выиграла «Бавария», обыграв «Реал Соседат» со счётом 3-0. Летом пришло предложение от недавнего чемпиона Англии, и Фёдор решил перейти в Лесдель. Также были предложения из Англии, это Вест Брумич, интересная английская команда. Также от «Штутгарта» он Фёдор решил остаться в Лестере. Итак, закончился третий сезон за Фёдора Чалова. Летом он перешёл в Лестер-Сити. Лестер по ходу сезона даже доходил до второй строчки, но концовки сезона немножко сбавил. И девятая строчка АПЛ. Кубок Англии выиграл «Тоттенхэм», обыграв в финале «Суонси» со счётом 2-0. Также финалист «Суонси» обыграл только Лестер в одной-второй с счётом 2-0. Кубок Лиги Англии выиграл «Манчестер Сити», обыграв «Вотфорд» со счётом 4-0. Суперкубок Европы выиграла «Бавария», обыграв «Тоттенхэм» со счётом 2-0. Лигу чемпионов выиграла «Челси», обыграв в финале «Атлетико Мадрид» со счётом 2-1. Лигу Европы выиграл «Наполь», обыграв «Вольфбург» со счётом 1-0. ЦСКА в группе «Джи» Лиги Европы против «Вольфбурга» Звули и Зюльт Варигем заняли только третью строчку и не вышли даже из группы Лиги Европы. На чемпионат Европы сборная России не квалифицировала, заняв только пятую строчку и 7 очков. Спустя один сезон без Фёдора Чалова ЦСКА наконец-то добились более весомых успехов. Это серебро чемпионата России. Итак, закончится четвёртый сезон за Фёдора Чалова. Лестер занял седьмую строчку, на две строчки выше поднялся по сравнению с предыдущим сезоном. Чемпионом стал Манчестер Сити. Кубок Англии выиграл «Эвертон», обыграв в финале «Манчестер Юнайтед» со счётом 1-0. Лестер снова вылетел из одной второй, проиграв по пенальти «Манчестер Юнайтеду» со счётом 4-3. Кубок Лиги Англии выиграл «Арсенал», обыграв «Лестер Сити» в финале с счётом 2-1. Суперкубок Европы выиграл «Челс», обыграв «Наполе» с счётом 3-0. Лигу чемпионов выиграл «Тоттенхэм», обыграв в финале «Баварию» с счётом 3-1. Лигу Европы выиграл «Шальке», обыграв в финале «Рома» с счётом 2-1. ЦСКА в группе в Лиге чемпионов заняли четвёртую строчку, выиграв только всего лишь один матч. Летом пришло предложение от Баруси и Дорманд, и Фёдор решил перейти туда. Итак, закончился последний сезон за Фёдора Чалова. Закончил он её в Германии, в Баруси и Дорманд, которая заняла пятую строчку, но которая шла по ходу сезона с первой по третью строчку, так вот перемещалась, но в концовке сдала и пятая строчка. Кубок Германии выиграл «Гамбург», обыграв в финале «Баварию» с счётом 2-1. С таким же счётом проиграла «Баруси» в 1-8 Баварии. Суперкубок Европы выиграл «Тоттенхэм», обыграв «Шальке» с счётом 2-0. Лигу чемпионов выиграл «Манчестер Ренатет», обыграв «Манчест Сити» с счётом 2-1. ЦСКА вылетели из Лиги чемпионов, не попав даже в Лигу Европы всего лишь одно очко. Лигу Европы выиграл «ПСЖ», обыграв в финале «Монако» с счётом 3-1, а «Лестер Сити» дошёл до полуфинала Лиги Европы. Там они проиграли «Монако» с счётом 3-1. Ну а «Баруси» Дортмунд вылетел в 1-8 от Кёльна с счётом 3-2. В группе «Баруси» Дортмунд проиграл всего лишь один раз, но в группе также было, мы видим, «Тульский Арсенал» и «Шахтёр». Ну а «Лестер» заняли вторую строчку в группе Лиги Европы. На чемпионат мира 2022 года сборная России квалифицировалась со второй строчки. Итак, «Лестер Сити» закончил сезон на 10-й строчке, ну а «ЦСКА» заняли на 3-ю строчку, и это очередная бронза. Итак, чемпионат мира закончился, сборная России заняла вторую строчку в группе с бразильцами и выходит со второго места. «Флео» попадает сборная России на сборную Франции, которая их громит с счётом 4-0, ну а чемпионом становится Бразилия, которая обыгрывает Англию с счётом 3-1. Ну что ж, друзья, большое спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был канал «Футбол. Это жизнь». До новых встреч, друзья. До свидания.